Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии работы Динара Сартаева. Сегодня в выпуске вы увидите. В городе Абай наконец-то начали сносить старые опасные здания. Подробности в репортаже Марка Бушков. Жители улицы Ермекова вынуждены простаивать на остановках в ожидании своего автобуса более получаса. Строительство микрорайона Шапогат завершится до конца этого года. В городе Абай наконец-то стали демонтировать брошенные здания. Опасные дома некогда были построены для шахтеров, однако в середине лихих 90-х, во время всеобщего кризиса и повального закрытия шахт, люди стали покидать город. Что же наконец побудило местные власти начать действовать, узнавал Марк Брюшко. Здесь теперь не слышны людские голоса, а природа, кажется, снова отвоевала у человечества свое. Наверное, именно этими словами стоило бы начать фантастическую повесть о некой техногенной катастрофе или гибели людской расы. Однако эти унылые пейзажи не что иное, как окрестности города Абай. Для местных жителей уже стало привычным мрачные силуэты разбитых домов. А вот на приезжих они оказывают самое, что ни на есть шокирующее впечатление. Вот это великая китайская стена Абая. Именно так ее прозвали местные жители, некогда самый элитный район города. Именно с этого дома и началось всеобщее разрушение. В середине 90-х, когда шахтеры стали терять рабочие места на стремительно закрывающихся предприятиях, мысли у всех были одинаковые, необходимо уезжать из города. Тогда практически половина всех жителей Абая покинула город. Спустя годы населенный пункт вернулся в русло развития и даже во многом преуспел. Однако брошенные дома все еще напоминают о том страшном времени. И вот спустя более чем 15 лет представители местной власти решили, ветхие строения необходимо сносить. В данный момент произведены демонтаж около 14 домов, осталось 2 дома демонтировать. Также проводится рекультивация этих земель и 3 дома вывозят строительные места. Эта работа продолжена в следующем году. Мы рассчитываем в течение 3-х лет эти 40 домов по оставшейся демонтировать. Под действием времени около полутора лет назад пустующие многоэтажки стали обваливаться сами по себе. Они в прямом смысле стали опасны для жизни людей. Кроме того, в относительной близости от этих домов нередко происходят преступления. Всего в городе Абай существует 56 пустующих дома, непригодных для жилья. В 2010 году Акимат Абайского района провел ревизию этих домов. После чего обратился в республиканский бюджет с просьбой выделить материальные средства для демонтажа опасных строений. На это дело государством было выделено 204 миллиона тенге. В следующем году властями Абая планируется снос еще 21 разбитого дома. На месте всех демонтированных строений будут возводиться многоэтажные дома по новым технологиям и архитектурным нормам. Наша съемочная группа спросила у жителей Абая, как они относятся к этой идее. Ну это же хорошо. Людям жилье, работа, все есть, пожалуйста. Предоставляется людям такая возможность. Правильно же? Поэтому я считаю, что это все правильно. Конечно, да. Город будет жить, дышать. Я бы сказала, что сначала нужно восстановить производство, чтобы люди, приток людей был. Кому дома? Хоть старые, хоть новые. Кому? Нет людей. А когда-то здесь ходили люди, играли дети. Раньше я жил в том доме. Третий подъезд, пятый этаж. Конечно, снос таких опасных зданий дел благородное. Но мне, как и любому другому жителю города Абай, будет очень тяжело расставаться с этими домами. Марк Брюшко, Боржан Алипов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Автобусный беспредел. Жители улицы Ермекова вынуждены простаивать на остановках в ожидании своего автобуса более получаса. Общественный транспорт нарушает схемы движения и заезжает к ним тогда, когда захочет. С подробностями Серегжан Молитбай. С начала лета на улице Ермекова ведутся ремонтные работы дорожного полотна. Они продвигаются настолько медленно, что из 4-х километров на сегодняшний день отремонтированы меньше половины. Сейчас ведутся работы на самом проблемном участке города, от улицы Газалиева до налогового управления. Чтобы доехать до санатория «Березка», водители вынуждены отправляться в объезд через Михайловку или через Ледровский мост по улице Бытовая. В городе образовалась нехарактерная для Караганды пробка. Общественный транспорт тех края стал заезжать реже. Какой автобус ждете? 19-й. 19-й? А он сюда не заезжает? Он разворачивается и ест. Только не поймешь, куда он едет. К из Кизута или на его стоп. Путается. Здесь так часто бывает, в связи с закрытием дороги? Да, с дорогой. 19-й ждем. Тоже 19-й? Так что-то проехал, заернул и нет. Какой маршрут ждете? Единицу. Единицу? Она вообще часто сюда заезжает, среди закрытия дороги? Ну, мы так не часто ездим, но сегодня вот минут 20 уже стоим. Некоторые пассажиры жалуются, что водители первого маршрута не заезжают на Березку и высаживают их на улицы Асфальтная. А водители 31 маршрута вовсе сократили свой маршрут до улицы Газалиева. Горожанам придется терпеть неудобства до конца августа. К этому времени дорожники планируют завершить работы. В связи с проводимыми ремонтными работами утверждены новые временные схемы маршрутов 1-й, 44-й, 19-й и 30-й. Первый маршрут должен заезжать на остановку Березка, минуя закрытую дорогу через улицу Бытовая. 19-й маршрут проезжает через улицу Бытовая, но не заезжает на улицу Ермекова. 30-й маршрут не заезжает на Ермекова. Первая конечная остановка – Карагандинский экономический университет, а вторая – вокзал. Конечная остановка 31-й и 44-й маршрутов временно сокращается до вокзала. Серегжан Маулетбайжа, Сулана Мандыков, Асхат Айбедулов, Первый – Карагандинский. Карагандинец хранил у себя дома взрывчатые вещества. В ходе расследования было выявлено, что молодой человек украл их на предприятии, который занимается изготовлением взрывных веществ. 400 граммов тротила, 10 шашек аммонит и шнур для взрывателя 21-летний карагандинец собирался использовать во время рыбалки. Возбуждено уголовное дело по статье 251 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы. Житель Караганды украл телевизор, но так и не смог его посмотреть. Неизвестный проник в квартиру по улице Алиханова, где и совершил грабеж. По горячим следам сотрудниками криминальной полиции был задержан молодой человек, 1993 года рождения, который вначале вину не признавал. Дальнейшие следствия оперативников выявили, что украденный телевизор был спрятан в квартире его знакомой. Молодой человек после этого признался в краже. На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по статье 175, часть 2. Тайное хищение чужого имущества, совершенное незаконным проникновением в жилищное помещение. Сотрудниками ОКП данный телевизор был изъят, допрошенный в качестве свидетелей, его подруга. После чего подозреваемый, получается, дал уже признательные показания в совершении данного преступления. И на данный момент подозреваемый предъявлен на обвинение, и он во дворю в изолятор время содержания. Далее короткая реклама. Дальнейшие следствия Дальнейшие следствия Дальнейшие следствия По словам Акима Октябрьского района Ержана Тимирханова, на территории района отапливается 1033 жилых дома. 161 используют печное отопление. На сегодняшний день проведено 886 сходов с населением по вопросам подготовки домов к отопительному сезону. На особом контроле находятся 33 концевых дома. Из них на сегодняшний день по акту 100% готовности сданы 20 домов. По итогам совещания были даны поручения, касающиеся организации формы управления установки общедомовых приборов учета, а также прокладывания дополнительного кабеля, что позволило бы решить проблему с потерями теплоэнергии. Из планируемых 55 в Караганде дорожными службами отремонтировано уже 35 улиц. На данный момент ремонтные работы ведутся на 11 дорогах, еще 10 ждут в своей очереди. Избавили от ям дорожное полотно протяженностью 90 тысяч квадратных метров. Для сравнения, в прошлом году эта цифра была в 4 раза меньше. На данном участке, в 15-й магистрали, как мы говорили ранее, применяются современные технологии, это устройство ШМА. Оно себя очень положительно зарекомендовало по устойчивости наших климатических условий. Строительство микрорайона Шапогат завершится до конца этого года. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал руководитель отдела строительства города Жаксалык-Шалабеков. Подробнее материали наших корреспондентов. Темпы возведения нового микрорайона и демонтажа старых зданий избавляются их оборотов. Этот новый 12-этажный дом входит в состав микрорайона Шапогат, чье строительство будет завершено уже в этом году. Здесь все по нормам и правилам, рассказывает строитель Арман Асанов. Потому будущим жильцам опасаться нечего. По графику не отстаем. Планируем закончить в конце года этого года. Дом вроде бы по качеству, не вроде бы, а на самом деле по качеству очень хороший будет. Не повторится. Сейчас в Караганде около 8 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья. Из них 242 семьи – жители печально известной Бесабы. Первую очередь в квартиры новостройках получат именно они. На его месте сейчас идет уже начато строительство. И вы видите, какими темпами. Это возрождается новый микрорайон. Назвали его Шапогат. Он разделен на три очереди. То, что вы видите на уровне 4-6 этажей – это первая очередь. Здесь квартиры получат бывшие жители Бесабы. Злободневным стоит вопрос грунтовых вод, из-за которых и рухнула Бесаба. Но и здесь, по словам чиновников, все в полном порядке. Вода откачивается. По словам главного строителя города, вода имеет не грунтовое происхождение, а техническое. Когда-то в этих местах проложили водопроводные канализационные сети, но их забыли нанести на карты. Именно из этих труб вода попадает в почву, подмывая фундамент. Ну, здесь абсолютно та технология, которая не была учтена при строительстве прежнего жилого комплекса. Здесь дома стоят на свайном поле. Тем более поверх свайного поля она заливается монолитной плитой. То есть здесь с запасом прочности, я думаю, что на все 200%. Марк Брюшко, Жаслана Мандыков, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Карагандинцам стоит ожидать града. По словам синоптиков, в ближайшие дни сильного похолодания не ожидается. Местами пройдут небольшие дожди, грозы, а где-то даже град. Температура может понизиться до 20-25 градусов. Температура у нас будет чуть-чуть прохладнее. Ночью у нас 18, на юге западе где-то 22. Днем 22-27, на юге 30-1 тепла. Похолодание, в общем, не ожидается, да? Такого сильного нет, только вот, получается, у нас днем будет такое небольшое похолодание, где-то до 20-25, местами 28, это уже где-то 9 августа. На этом у меня все. Далее новости спорта продолжит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Новости спорта через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Неответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором шахтер в выездной игре встретится с албанским Скендер Бео. Караганинцы смогут посмотреть в прямом эфире на большом светодиодном экране стадиона «Шахтер». Начало трансляции запланировано 24.00 по времени Астаны. Приходи и поддержи свою команду. Гордость караганинских болельщиков футбольный клуб «Шахтер» может переписать историю казахстанского футбола уже сегодня. В случае прохода в следующий раунд чемпион Казахстана гарантирует себе минимум групповую стадию Лиги Европы. Этого момента все казахстанские болельщики ждали много лет. Когда-то в подобной ситуации находился Ак-Тубеев, но, видимо, история пожелала подождать еще некоторое время. Теперь сильнейший клуб Казахстана двух последних лет после великолепной победы в Астане 3-0 имеет увесистый задел и не собирается его упускать. К историческому матчу горняки подходят в ранге фаворитам. По котировкам местных букмекерских контор шансов караганинского клуба больше как минимум в пять раз. Отчетный матч состоится сегодня в Албанской Тиране в 24 часа по времени Астаны. В Караганде завершился финал дворовых клубов по спортивному туризму. Десятки юных туристов переняли неоценимый опыт у взрослого поколения, которые не раз покоряли дикую местность. По три сильнейшие команды от Казабекбийского и Октябрьского районов отправились на финальные соревнования близ санатория Жосалы. Помимо изучения техники пешеходного туризма, ребята подружились и научились проявлять силу воли в тяжелых походах. Вообще было очень круто. Конечно, много ходили и устали. По горам поднимались. Я смотрю, вы совсем не устали. Ну, это все сила воли и настроение. Если хорошее настроение, так ходить хоть весь день. А если плохое, тогда, конечно, первым привалил уже спать ляжь. Программа финала разделена на три части. Первая – это поход. Вторая – спортивная программа, которая включает в себя преодоление технической трассы. И последняя – это байки, песни и истории старших товарищей. Полезность для молодежи, для детей величайшая. Туризм, как никакой другой вид, скажем, физической культуры, подходит для всех практически здоровых людей. Спортивная выучка за этот период – это не единственный позитивный багаж, который увезут ребята домой. Помимо всего, это еще и новые друзья, заряд бодрости и хорошее настроение. На этом спортивные новости вторника подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить нам в редакцию по телефону 42-06-49. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok